Петербург – город сказка, город миф, город мечта. В нашем городе и на Петроградской стороне, естественно, тоже есть очень много необычных мест и памятников, окутанных тайнами и легендами. В этих местах люди загадывают желания, совершая определенные ритуальные действия. Хотите узнать, около каких памятников и какие желания нужно загадывать на Петроградской стороне? Тогда мы приглашаем вас на прогулку по местам, где сбываются мечты. Мы находимся на острове Янисари, что с финского языка переводится как «зайчий остров». Это хорошее место, которое сейчас находится на реставрации, но это место, которое определенно исполняет мечты. Это памятник «зайцу», который вы найдете у Иоанновского моста, который ведет в Петропавловскую крепость. Кстати, появление этого памятника связано с еще одной легендой, согласно которой остров называется «зайчьим». В начале XVIII века, когда Петр I впервые высадился на берегах Невы, к нему на сапог, спасаясь от наводнения, прыгнул «зайчик». Ну и Петр I спас этого «зайчика» и назвал остров «зайчьим». Скульптор памятника Владимира Петровича. Существует традиция бросить к ногам «зайчика» монет, когда ваше желание обязательно сходится. Говорят, что на дне вокруг злай, на котором вы словите «зайчик», но все это был большой-большой слой монет. Не знаю, правда это или не правда, но то, что там можно найти монеты разных стран мира, это действительно так. Но «зайчик» — это не единственное место на территории Петропавловской крепости, которое исполняет ваши желания. Есть еще одно место, и я думаю, что оно не находится сейчас на реставрации. Пойдемте, покажу. За моей спиной, вот там, где собралось много людей, находится самый молодой памятник Петру I в нашем городе. Авторство скульптора Михаила Шемякина. Памятник получил необычное прозвище в народе — Петр Паук. Почему Паук? Да потому что у него очень-очень длинный палец. И как раз-таки пальцы этого памятника вам понадобятся, если вы загадаете какое-то желание. Загадывайте желание и легонечко потрите палец. Желательно мизинец, но это не принципиально, какой палец. Если вы посмотрите поближе, все пальцы уже вытерты до золотого цвета. Настолько много желаний, загадывают Петру I. Памятник очень необычен по своим пропорциям. Все почему? Лицо, голова памятника Петру I выполнено с посмертной маски императора. А тело увеличено в полтора раза относительно настоящего размера тела Петра I. Получается так, что голова небольшая, а тело большое. Тело его изображает то, что человек смог сделать для страны огромные-огромные хорошие дела. Но был самым обычным человеком, как и мы с вами. Поэтому в каждом из нас есть способность к великим делам. И можно загадать об этом желание. Если вы с кем-то вдруг поссорились, то советую прийти вам в Александровский сад, где я сейчас нахожусь. Здесь, около грота, есть два мостика. Вам надо выбрать самый маленький мостик из этих имеющихся и встать на него. Тогда помириться вам будет легче. Так гласит легенда. Ну а кроме того, в Александровском саду на мостике можно загадать желание. Загадать желание о том, чтобы стать самым сильным, самым храбрым и самым смелым. Потому что на маленьком мостике очень легко почувствовать себя великаном, который может исполнить любую мечту. А у меня, кстати, есть в этом саду свой ритуал. Это взять с собой какао или кофе вот в таком красивом стаканчике. В Александровском саду вы можете найти скульптуру «Мини-город», которая находится за моей спиной, а также скульптуру, посвященную главным архитекторам нашего с вами города. Агюст Монферран, Растрелли и многие другие собрались за столом и ведут беседу с вами. Специально для вас оставлен свободный стул, на который вы можете присесть и черпать вдохновение. За вдохновением музыкальным и жизненным вдохновением вообще отправляйтесь в сквер Андрея Петрова, который находится прямо на Каменноостровском проспекте. А точный адрес – Каменноостровский проспект, дом 2628. Многие петербуржцы прекрасно знают творчество Андрея Петрова, но даже молодое поколение, которым ничего не говорит это имя и фамилия, наверняка не раз пересматривали такие фильмы, как «Берегись автомобиля», «Жестокий романс», «Служебный роман», «Осенний марафон», возможно, вы видели Филипп Хрусталев, «Машину» и еще многие-многие-многие киноленты, музыку для которых написал как раз Андрей Петров. В этом сквере вы найдете 8 волшебных скрипок. Каждая из них отличается, и около каждой из них можно загадать особенное музыкальное желание. Скрипка «Женщина». Женщина всегда служит символом вдохновения. Подойдите к скрипке «Женщине», докоснитесь до нее, и к вам придет музыкальное вдохновение. Отличный ракурс. С этой стороны скрипка особенно похожа на женщину, с изящной головой, маленькой, тонкой, длинной шеей, такой вот прической, и вообще такой очень тончатый силуэт музыкальный. Действительно чистое вдохновение. Скрипка «Туфелька» – это символ экспериментов в музыке, и не только в музыке, но и в любом творчестве. Удерживайтесь высоко на шпильке, экспериментируйте и оставайтесь на высоте. Скрипка «Яблоко» – это символ искушения музыкой. Эта скрипка отлично подойдет для еще неискушенных в музыкальном смысле жителей Петербурга. Скрипка «Лебедь» – символ музыкального совершенства. Если вы хотите достигать совершенства в том, к чему стремитесь, чем занимаетесь, обязательно подойдите к этому прекрасному скрипичному лебедю. Скрипка «Граммофон» – это что-то ушедшее в историю, и поэтому скрипка «Граммофон» символизирует музыкальную классику. Всегда оставаться на «ты» с классикой и всегда иметь под собой твердую классическую опору вы сможете, если подойдете и загадаете желание около скрипки «Граммофона». Очень экспрессивно выполнена композиция эта музыкальная, восемь скрипок. Мне кажется, около некоторых прямо чувствуешь звучание именно этой скрипки, именно этой части композиции. Они почти звучат. Недаром это музыкальный сквер Андрея Петрова. Скрипка «Сфинкс» – это символ охраны музыкального наследия. Очень важный символ, потому что все самое прекрасное, очень хрупкое. Его нужно уметь хранить, беречь и передавать последующим поколениям. Скрипка «Сфинкс» знает о том, как сохранять. Скрипка «Кресло» – это трон композитора. Если вы хотите сочинять свою жизнь, умело дирижировать этой жизнью и придумывать новые мелодии жизни, то вам просто необходимо посидеть на троне композитора. Вы твердо стоите на ногах, удобно расположились в кресле человека, который придумывает музыку и который придумывает новые гармонии и музыкальные сочетания нашей повседневной жизни. И не только повседневной. «А где же последняя, восьмая скрипка?» – скажете вы. «Вы можете обойти сквер раз, два и не найти ее». Здесь есть одна хитрость. В центре находится концертная площадка. И эта площадка сделана тоже в форме скрипки. Если вы мечтаете выступать на сцене, если вы всегда хотите быть в центре событий, в центре внимания, вам нужно постоять в центре скрипки концертной площадки. И все обязательно сбудется, потому что Петербург – это город, где сбываются ваши мечты. Есть еще одно место на Петроградской стороне по адресу Большой проспект, дом 65, где исполняются все ваши мечты. Вы подходите к домофону, набираете один колокольчик, вам обязательно откроют. И на втором этаже этого подъезда находится дверь в место, где исполняются ваши любые книжные мечты. Детская библиотека.